здравствуйте ребята у нас сегодня с вами объемная поделка мы будем делать портрет объемный из бумаги это очень интересно и увлекательно здесь можно проявлять фантазию я буду показывать до примеры какие-то но вы можете вносить свои то что вы придумали свои детали в эту поди в эту работу аппликативную и так мы начинаем мы будем делать портрет поэтому нам нужен будет сделать объемное лицо человеку сейчас придумай кто это у тебя будет маль мужчина женщина мальчик девочка вот и нужно выбрать такой цвет похожий на цвет на тон лица вот у меня есть вот такой цвет и вот такой цвет то есть можно сделать либо тот либо другой цвет я возьму все-таки розовый это слишком желтый мне кажется но если национальности же бывают разные ты можешь сделать национальность какую тебе захочется даже то есть выбирай какой у тебя будет человечек и лицо если совсем нету светлого листочка можно взять просто белый можно взять просто белый и так вот у нас большой лист до а4 давай карандашиком нарисуем вот такую дугу от одного уголочка до другого то есть у нас ну вот если так положить то вот такая вот глубокая дуга от низа почти до самого верха вот такая еще чтобы ровнее получилось можно сделать таким образом складываем пополам листочек еще когда не нарисовали не нарисовать чтобы ровнее получилось мы так складываем пополам и уже рисуем дугу вот отсюда так даже легче рисуем дугу к уголочку вот так вот и тогда когда мы вырежем у нас получится ровный овал лица и так не разворачивая вырезаем по линиям теперь когда мы открываем вот у нас получился смотри какой овал лица мы его будем с тобой сейчас пока не будем приклеивать но мы будем его с тобой приклеить вот таким образом то есть он у нас будет вот таким объемным выступать но пока еще не сейчас потому что нам нужно сначала будет все на лице здесь поместить что нам нужно вот у нас есть обрезок так может быть поменьше сделать такой большой в принципе можно сделать либо такое оставить если тебе кажется что это большое сильно то можно сделать чуть меньше чуть меньше чуть меньше я сделаю чуть чуть поменьше чтобы у нас хорошо входило все остальное вот так вот у нас такой огонь лица когда мы приклеим он у нас будет вот таким хорошо теперь что мы делаем нам нужно сделать глаза нашему человечку для этого мы берем белый листок бумаги кусочек беленькие складываем его пополам и рисуем на нем вот такой вот ставим две точечки и рисуем дугу сверху дугу снизу вот такой получился листик вырезаем не разворачивая у нас получится сразу два глаза вот они у нас два листика что нам нужно сделать дальше с этими глазками пока мы еще их не сделали давай возьмем какой-нибудь давай черный возьмем кусочек бумаги найдем либо отрежем его найдем небольшой кусочек если у тебя уже есть какие-то нарезки бумаги то можно просто поискать кусочек черный прям черный берем цвет мы будем сейчас делать ресницы так вот я нашла черный это слишком большой поэтому для себе его сейчас разрежу это очень большой я сейчас нарежу себе кусочки небольшие отрежем я делаю всегда вот таким образом не просто от листа отрезаю кусочек а разрезая лист на ровные прямоугольники чтобы потом можно было использовать кусочки которые так ну вот я себе отрезала кусочек прямоугольный кусочек складываю его пополам а даже нет мы не попала ну да по полам давай сложим и разрежем для каждого глазика на у с таким образом открываем клей-карандаш и приклеиваем вот белый вот этот лепесточек типа на черную вот так вот внизу чтобы мы могли сверху ресницы вырезать и то же самое делаем со вторым приклеиваем сразу давай сюда на эти глазки приклеим кружочки внутри либо голубые либо синенькие как какой тебе либо может быть коричневые какие будут глаза у твоего или зеленые какие глаза будут у твоего человечка я возьму синий также складываем пополам листочек это вот у меня большой сильно нам нужно небольшие кружочки поэтому я его разделяю вот так складываю складываю еще раз пополам я делаю внутрь цветом если у тебя с двух сторон цвет то не важно как ты складываешь если у тебя с одной стороны белая бумага с другой стороны цветная то мы цветом внутрь складываем чтобы нам карандашик было не видно когда мы нарисуем да вот рисуем кружочек для глазика вырезаем у нас получилось два кружочка их мы будем приклеивать вот внутрь белых сюда сюда и сюда так вот тут у нас разговаривает хорошо а в серединке вот этих кружочков либо можно вырезать черненькие маленькие зрачки либо нарисовать маркером тогда глаза будут выразительные дальше что мы делаем смотри по нижней по нижнему веку мы отрезаем оставляет чуть-чуть цвета черного то есть у нас внизу получится вот прям совсем чуть-чуть надо чтобы века нижняя было не сильно толстым да поэтому прям подчеркиваем то есть вот тут маленькую оставляем линию черную внизу у этого глазика и здесь почти а почти что по белой вырезаем чуть-чуть оставляя полосочку черную а дальше нам нужно нарисовать сделать ресницы как мы это делаем нам нужно вырезать подальше давай так вот сложим чтобы у нас одинаковые получились да вот так чтобы у нас нижние части от соединились и сверху мы делаем побольше отступаем и вырезаем вот так повторяем века только по подальше вот таким образом и начинаем начинаем прорезать треугольнички очень такие мелкие отрезаем чтобы у нас реснички получались не сильно толстые да то есть вот так вот на встречу друг другу вырезаем вот такие вот тоненькие треугольнички так можно было сложить сразу два глазика вырезать но можно и по одному и второй также делаем прям дорезаем до белой бумажки чтобы ресницы выходили такими длинными до века до самого дорезаем так вот второй глаз значит смотри чтобы ресницы были немножко у нас как бы ну объемные нам их нужно чуть-чуть подкрутить смотри аккуратно чтобы не оторвать мы берем их и вот так вот можно даже потоньше какую-то взять палочку или ну ладно карандашик можно в принципе вот так вот эти реснички прижимаем и не и они получаются немножко вниз вот так вот и мы их закручиваем на карандашик прижимаем они тогда получаются вот такие вот сначала вниз и потом вот таким образом их чуть-чуть закручиваем тогда получается реснички не просто туда прилипнута они будут немножко вот сюда вперед как бы тоже вот так можно немножко сначала на глазик их опустить а потом на карандашик вот таким образом прижать пальчиком и они будут вот такие вот объемный один глаз можно его сразу приклеить далеко друг от друга глаза не приклеиваем потому что у нас же будет заворачивать вот эти края не будут прилепляться вот сюда поэтому слишком далеко глаза не приклеиваем так и второй глаз делаем смотри еще разочек опускаем вниз реснички вот таким образом вот а теперь на карандашик их подкручиваем это нужно делать аккуратно чтобы реснички не оторвать просто мы их прижимаем карандашку карандаш и круглый и реснички будут приобретать форму вот такую вот закругленную вот так приклеиваем второй глаз это ресничка у меня не остренькая так чуть-чуть сделали их закругленные реснички сюда выступающие то есть уже такой вот получается у нас барельефчик хорошо дальше нам нужно сделать нос из остатков розовой бумаги вот мы отрезали до когда у нас остались кусочки розовой бумаги туда я их положила вот они вот у нас остатки розовой бумаги нам нужно просто отрезать прямой прямоугольник длинный допустим вот такую полоску мы делаем сколько отрежешь только отрежешь вот нам нужно что сделать внизу нос будет загнут вот таким образом то есть смотри мы немножко отгибаем сюда не сильно далеко чтобы не был слишком ностопорщивший видишь у нас длиннее здесь у нас короче вот она часть короткая и эту часть короткую еще чуть-чуть вот здесь вот загибаем чтобы приклеивать примеряем наш носик вот таким образом так вот носик видишь какой получается у нас с одной стороны только здесь вот так загнута здесь не надо здесь мы что делаем здесь мы вот эту маленькую намазываем клеем а здесь просто тоже чуть-чуть краешек намазываем переворачиваем и начинаем приклеивать здесь сюда и здесь и у нас получается что нос вот так вот видишь выступает носик выступает отлично нос готов губы мы тоже сделаем объемные давай найдем красный или какой-то может быть розовый я возьму такой розовый складываем пополам рисуем вот такой вот листик зависимости от того какой ты хочешь сделать труд по размеру такой листик и рисуешь 2 сразу вырезаем у нас вот два получилось листика складываем и вот таким образом пополам 1 листик вот так вот складываем видишь и 2 и 1 из листиков разрезаем 1 только разрезаем вот это будет нижняя губа вот такая мы ее приклеиваем а вторая чтобы получилось у нас объемная вот она у нас такая вот мы ее будем приклеивать только так у меня тут карандаш видно я сейчас сотру так вот у нас сложен до губки мы его будем приклеить смотри как вот эту часть только приклеим вот таким образом и у нас будет вот такой выступан у кого верхняя губа приоткрыто получается вот таким образом можно было и в первую часть не приклеивать просто вот таким образом приклеить но можно и еще по поиграть здесь может быть сложить немножко пополам чтобы получилось вот такой выступающие можно уголочки вот здесь загнуть чтобы приклеить и у нас получилось губа вот такая вот немножко но мне больше все таки нравится первый вариант когда мы берем намазываем вот одну часть половиночку сюда прикладываем ее и эту вот опускаем и у нас получается вот такой вот объем ненький ротик тоже можно таким образом сделать хорошо отлично теперь нам нужно сделать брови брови давай возьмем коричневый листочек коричневый отрежем часть какую-то от этого листочка сложим пополам и нарисуем брови просто дуга и еще одна дуга вот так вот получается видно вырезаем вырезаем вот у нас брови мы можем их приклеить здесь мы объем никакой не придаем бровям просто приклеиваем брови отлично теперь что нам нужно сделать смотри я беру с этой стороны намазываю клеем и с этой стороны края намазываю клеем и дальше нам нужно вот так вот перевернуть приклеить теперь завернуть и другую часть тоже подклеить то есть если так посмотреть сверху то вот таким образом приклеена видишь вот видно да тебе вот такое у нас уже лицо объемное получилось теперь нам нужно волосы сделать нашим нашему персонажу волосы для этого можно тоже выбрать любой цвет черные это будут волосы коричневые это волосы вот или желтые это будут волосы это уже на твою может быть оранжевые будут волосы это на твое усмотрение ты смотришь какой образ ты хочешь придать своему персонажу я сделаю просто коричневые для этого смотри мы нарезаем много вот таких полосок длинных весь листочек давай разрежем на полоски возможно нам даже понадобится больше чем один листок это зависит от того какие ты захочешь делать персонажу своему волосы густые или не слишком сильно тонкие полоски не нарезать достаточно такие они должны быть толстые вот и что мы делаем смотри мы берем карандашик и закручиваем но закручиваем его вот так немножко наискосок закручиваем все убираем у нас получился локон да мы его можем вот прилепить прям к вот к лицу или же вот вот туда сначала сделать можно то есть если это будет но делай так чтобы на лицо сильно не попадал да если тебе кажется что очень такой мало закрутил что можно еще вот так вот провести несколько раз карандашиком и будет локом с одной стороны мы держим вот так пальцами полоску а с другой стороны вот так вставляю карандашик и прижимаем указательным пальцем и начинаем вот так вот тянуть и у нас локон вот заворачивается видишь как находим место куда мы его приклеим сначала можно начинать по бокам прическу сделать с двух сторон опять смотри я беру заворачиваю на карандашик на карандашик вот хорошо прижимаем убираем вот он локон готов приклеиваем 2 локон с другой стороны теперь смотри нам нужно сделать сверху вот здесь чтобы тоже были локоны для этого нам нужно чтобы вот мы были будем вот сюда приклеивать вот сюда и закручивать значит что я делаю еще раз показывай смотри беру листочек с одного края кладу карандашик указательным пальцем с другой стороны прижимаю и начинаю вот так вот тянуть начинает закручиваться бумажка если так не получается то тогда нужно закручивать на просто на карандашик вот таким образом можно вот сейчас когда челку мы будем делать оторвалась ничего страшного пусть будет вот такой вот коротенькая да даже еще лучше здесь мы вот так вот внутри под клеиваем и вот сюда начинаем прикручивать досмотри давай наверное для челки сделаем покороче разделим эти длинные линии на 2 опять закручиваем здесь уже мы не наискосок закручиваем а просто друг на дружку вот таким образом только надо это делать плотненько чтобы прижать хорошо и чтобы у нас вот такие кудряшки они здесь получались и таким образом мы делаем кудряшки для нашего персонажа намазывать нужно так внутри кудряшки чтобы она у нас так 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 опять берем полоску делим ее пополам закручиваем на карандашик если ты найдешь что-то потоньше карандашика еще лучше будет скажем там шпажка для тоненькая шпажка для еще можно так смотри просто закручивать без карандашика вот так вот берем и закручиваем пальцами так тоже можно вот закрутили развернули вот так у нас получился локон еще раз показываю так у сложили и начинаем закручивать в трубочку только надо узенькая чтобы трубочка была вот так вот сложили завернули теперь открыть открываем немножко вот так вот чтобы она и кудряшку прикладываем приклеиваем так делим пополам еще закручиваем итак заполняем кудряшками всю челку сначала всегда можно все поправить то есть еще раз закрутить может быть не закрутилась хорошо как надо удобнее конечно на карандашик закручивать или на какую-то шпажку и прижимать вот так вот Продолжение следует... 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 У меня закончилось коричневое, поэтому я возьму еще листочек и нарежу несколько полосок, чтобы не закончить прическу. Так. Продолжение следует... Вот так. Там слишком много можно не делать. И нам нужно еще с тобой... Если тебе хочется сделать подлиннее волосы, то можно еще вот здесь вот по бокам добавить кудряшек. Здесь мы просто прилепляем. Добавляем кудряшки сюда. Добавляем кудряшки сюда. С другой стороны. Добавляем кудряшки. Что еще сделать можно? Нам нужно здесь сделать платье. Ну, хотя бы часть, да, какую-то шею и платье. Для этого мы берем кусочек розового обрезка и сделаем сначала небольшую шею. Для этого мы просто берем прямоугольник и его подклеиваем под голову. Вот так. И платье. Выбираешь какой-то цвет для платья. Любой можно взять цвет для платья. У меня будет так, как голубые глаза. Я сделаю синие платье. Просто складываем пополам листок. Разрезаем. Берем одну из половинок этого листа. Так, прикладываем. Да, это будет слишком длинное, поэтому я его еще откладываю пополам. Только уже вот так вот в длину. И разрезаем. Отлично. И нам нужно тоже сделать его объемненьким. Мы сделаем вот немножко. Вот таким образом. Смотри. То есть я беру, намазываю края у этой полоски. Здесь и здесь. И теперь смотри. Нам нужно это сделать так, чтобы у нас получилось не просто вот так прямоугольно, а чтобы было вот таким образом наискосок. Поэтому мы немножко вот их вот таким образом скручиваем. Смотри. Обязательно, чтобы оставались плечики. Вот так у нас. Вот так вот. То есть мы растягиваем. Прилепили и растягиваем вот таким образом, чтобы у нас получился не сильно выступающее, но чтобы было вот такое платье. Видишь, да, какая получилась барельефная, интересная работа. То есть вот она объемная, как она смотрится. Здесь, здесь. Здесь волосы. Можно и погуще волосы, конечно, сделать, если тебе захочется. Можно их просто накрутить там. Вот. Все, видишь, там у нас заполнено получилось кудряшками. Вот такая интересная получилась работа. Можно еще что сделать? Можно еще щечки. Если захочется сделать на лице, если тебе покажется, что она немножко такая, не совсем румяная, можно еще украсить, подобрать бумажку, какую тебе нужно для щек. Вот у меня есть вот такой вот цвет. Нарисовать кружочки. Да. И вырезать их. Дальше ты уже тут смотришь по-своему усмотрению. Может быть, на платье ты захочешь прилепить какие-то блестки, пуговочки. Уши можно сделать. Это слишком большие я сделала кружочки. Сделаем поменьше. Вот так. Наверное, будет хорошо. Ну, можно было так оставить. Можно чуть-чуть я сделала сейчас зауженное лицо такое, чтобы оно книзу было более узенькое, да, такое личико. Более женственное. Так, вот такая получилась. А, ну мы еще щечки хотели приклеить. Да, можно щеки приклеить. Чтобы получился человечек более яркий. Можно не делать эти щеки. Можно сделать. Это уже как тебе захочется. Вот такая объемная, барельефная у нас получился такой портрет. Присылай фотографию, что получилось у тебя, в нашу группу «Маленький художник». Ну, а сейчас пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok «Маленький художник».